фантастическая компактность как всегда уникальный дизайн бокса удобное сенсорное управление активное шумоподавление и режим прозрачности несколько расцветок анимация с телефонами huawei программа для управления перепрошивки реальная автономность 10 часов на 50 процентах громкости который вам хватит проверил соответствует bluetooth версии 5.2 с полным отсутствием видимой задержки как всегда хорошие микрофоны но в отличие от своих прошлых моделей большинство из которых у меня на руках адекватный ценник во всяком случае в китае или на али теперь вы начинаете понимать от чего первую партию этих наушников в китае за сутки купили в количестве 170 тысяч пар но и этот продукт не идеален хотя близок к этому тебе 810 всем привет вы на канале польза нет меня зовут саня обзоры максимально краткие и информативные я ценю ваше время вы поддерживаете меня просмотром 1 месяц за лайк подписку и комментарий к любому видео разыгрываю 5 ми бэндов 5 серии на стриме онлайн плюс еще минимум 6 девайсов все условия всегда в описании ко всем роликам а теперь кратко о новинке беспроводных наушников huawei фри бац 4i упаковка скромно стильно просто ничего не меняется топовые бренды стандартный минималистичный подход внутри бокс для зарядки наушников наушники документация довольно убогого вида кабель для зарядки бокса и пара сменных амбушюр амбушюры не супер но на первое время пойдет рассмотрели обрадовались качеству материалов это вам конечно не huawei фри бац про но тоже очень достойно теперь в зависимости от девайса или просто открываете крышку если у вас телефон huawei и сопрягаете данный девайс обновляете и настраиваете устройство прямо из меню bluetooth подключение телефона разумеется радуюсь анимации осознавая что определить заряд бокса можно теперь по этой всплывающей информации они по бедному диоду индикации на боксе либо скачиваете программу по qr-коду также подключаете наушники к блютусу но без всплывающих окошек и начинаете их настройку на любом android устройстве по программе обновление на наушники уже приходят настраивать по управлению как вы видите можно только двойной этап и зажатие одиночного нажатия здесь не завели в итоге имеем скромные две функции на одном наушнике всего они могут по функциям play пауза вызов голосового помощника перелистывание треков и на удержание смены режимов активация активного шумодава режим прозрачности и обычный режим сходу шумодав лучше чем во вкладышах freebuds 3 но значительно хуже чем в полноразмерных от кого угодно чуть хуже среднего скажем так по функции прозрачности она здесь просто супер слышно вокруг вообще все максимально безопасно как будто у вас функция прозрачности еще и во вкладышах хотя это затычки в итоге нет ложных нажатий но всего три функции на сенсорах что не густо сенсоры приближения в наличии автопауза здесь отрабатывает хорошо и отлично что в программе их можно просто отключать если они вам не нужны есть также трансляция данных рейсов и маршрута но функция крайне сомнительные по мне довольно бесполезно во всяком случае для большинства пользователей теперь по боксу и здесь для начала радость бокс маленький глянцевый довольно скользкий необычной формы пластик качественный правда за один день покрывается мелкими царапинами перфекционистам точно нужен будет чехол которых уже море на али в продаже в кармане по размеру носить идеально скользкий при тряске бокса наушники из бокса не вылетают заряжается бокс только по кабелю type-c беспроводной зарядки нет емкость уникально мала всего 215 миллиампер часов полная зарядка бокса проходит за полтора часа достать наушники из бокса довольно просто размеры и вес наушников и бокса вы сейчас видите на экране стандартная болезнь всех huawei в наличии саморазряд бокса на борту за 12 часов бокс теряет 5 процентов емкости сутки бокс будет терять по 10 процентов логично без находящихся внутри наушников данная проблема была и в других моделях бренда и по заявлению производителей являлась признаваемой им нормой что странно но факт будем считать что эта плата за быструю зарядку за 10 минут в боксе наушники пожирают 40 процентов заряда бокса и заряжаются каждые на 60 процентов так что заявленные четыре часа работы после 10 минут в боксе по факту являются почти шестью часами на 50 процентов громкости фантасмагорическая скорость заряда бокса хватает на одну полную перезарядку и еще на процентов 30 для второй зарядки наушников крышка люфтит кому плевать на щелчок вам повезло он здесь топорный и глухой как вы любите крепление у крышки пластиковая крышка умная подключение отключения наушников с ранее сопряженным девайсом происходит по открытию крышки сборка как всегда на уровне сбоку бокс наушников есть функциональная кнопка для сброса и сопряжения если вдруг что-то с ними случится она вам понадобится хотя я думаю что вряд ли наушники по размеру подходят даже восьмилетнему ребенку в ушах удобные полностью сделаны из глянцевого пластика сенсоры приближения работают отлично без нареканий переключение между левым и правым наушником бесшовное разумеется они могут работать по одному приложение а и лайф удобно для управления в большинству пользователей там сложно не разобраться по автономности в каждом наушнике аккумулятор по 55 миллиампер часов они у меня на тесте отыграли на 50 процентов громкости ровно 9 часов 52 минуты в связке с huawei п 40 про и этой громкости хватит большинству пользователей и это было без активированного активного шумодава с активированным активным шумодавом они отыграли 7 часов 23 минуты опять же на 50 процентов громкости почти как в аптеке обещали 10 часов получили 9 часов 52 минуты для полной зарядки нужно 60 минут наушников в боксе для зарядки на 60 процентов как я уже говорил хватит 10 минут в боксе также наушники имеют степень защиты от влаги и пыли айпи 54 сборка качественная как они выглядят в макетах ушей относительно своих предшественников и конкурентов вы сейчас видите при тряске из ушей эти наушники не выпадают bluetooth версии 5.2 отвалов и фризов мной замечено не было кодеке только эси и sbc задержка в играх практически не ощутимо вот вам пример задержки микрофоны как и у всего от huawei с их функцией шумоподавления они меня порадовали вот вам пример работы микрофонов пример работы микрофонов клавы фри бат 4 а и в помещении дома не идеальная акустика в этом помещении не идеальная акустика но микрофоны у данных наушников везде отрабатывают по мне хорошо в принципе как у большинства tvs наушников в помещении наверно у всех но этих особенно хорошо потому что сейчас очень громко работает компьютер рядом крапит сын и в принципе если вы всего этого не слышите значит здесь даже в помещении шумодавы отрабатывают неплохо пример работы микрофонов huawei фрибас 4 ай на улице рядом со мной проезжает довольно большой автобус и издает ужасные звуки после этого проезжает маленький севролей и издает уже не ужасные звуки в принципе все это происходит по снякоти погода ужасно все ужасно и чуть-чуть моросит дождь единственное нет ветра что я хочу сказать от себя по поводу практики использования нужны по Revered нет нет стройного в программе эквалайзера анимация только с телефонами huawei печально амбушюры очень простой внешний вид саморазряд бокса отсутствие беспроводной зарядки бокса мало функции на сенсорах и нет возможности изменения громкости нет родного хаваевского кодека и я не советую их для ios систем глючат они с ними во всяком случае на данный момент по моим тестам звук драйвера на 10 миллиметров выдают хороший правильный объемный звук низкие частоты без переизбытка средний бас весомый середина не завалено отличные объемы панч высокие не обрезаны на натуральной здесь намека конечно же нет но почти все возможные украшалки huawei сюда завез прямо ощущается как звук улучшается и у него я считаю это отлично получилось вообще не припомню чтобы у huawei был плохой звук сильно ли отличается звук от их предшественников 3i по мне нет большинство даже не заметит разницы понятно что здесь кое-что допилили но смысла это описывать нет никакого запас громкости хороший на максималках каши нету на минималках нет белого шума в целом все максимально сбалансировано под вкус и практически любого меломана понятно что это масс-маркет но на то это и масс-маркет чтобы основной массе потребителей нравится цена по ссылке в описании к видео в районе 79 долларов на распродаже с промиками выйдут еще дешевле сел через три дня а промике на скидке можете взять моей группе в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии их там уже много будут еще резюмирую советую однозначно всем у кого нет претензий к аудиофилии и тяги к высокому битрейту они зайдут уши на свой ценник по сумме качеств просто волшебные остались вопросы пишем в комментариях подписывайтесь с лайком и колоколом завтра расскажу еще об одной новинке из мира твс ну а в воскресенье сделаю большой стрим что я именно куплю или советую купить на день рождения алиэкспресса который через три дня смотрите описание участвуйте в конкурсах которых море на канале спасибо за просмотр не забываем лайк за труды девайс суда добра и удачи вам друзья